Была новая столешница заготовлена, зазовая поварочная панель, была вытяжка, новенькая абсолютно. Вот то, что осталось. Сгоревшая мебель, фортепиано, семейные фотографии. В конце июня пожар уничтожил все. Можно представить, в каком отчаянии была Любовь Владимировна. А сейчас, в принципе, мы уже на такой волне, когда стоишь на лесах, вложишь последний ряд кирпича и понимаешь, что это вот завершающий этап. Дети помогают вместе со мной. Они у меня и кирпичи возят, и раствор подносят. Теперь уже не так, конечно. Администрация Новоалтайска оказала материальную помощь семье Костылевых. Как могли, поддержали друзья и знакомые. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев помог собрать детей в школу, подарил им фортепиано. Семья, пострадавшая от пожара, и сейчас нуждается в помощи. Нужны крепкие руки, чтобы вывести с пожарища сгоревшее прошлое. По просьбе Александра Прокопьева на помощь пришли волонтеры из Новоалтайского лицея профессионального образования. Они разбирают сгоревшие бревна и доски, собирают мусор. Хорошее настроение – признак труда. Здесь большинство детей, это, как сказать, деревенских, они знают, что такое тяжелый труд. Все, и поэтому они изъявили желание помощи оказать. Мы с отцом перестраивали баню, встроили гараж, получается, для большой машины. Ну, то есть такая работа тебя не пугает? Да, меня не пугает, не особо, тем более я вроде бы как пацан и крупный, и могу большие веса брать. В лицее, где учатся парни, есть добровольческое движение «Чистые сердца». Студенты благоустраивают городскую территорию, закрашивают надписи на фасадах, участвуют в акции «Бессмертный полк». В ковидные времена ребята вместе со службой соцзащиты разносили по домам продукты и медикаменты. Наши волонтеры вносят свой вклад в общероссийские проекты, а сегодня помогли семье, которая пережила пожар. Эта помощь не материальна, но конкретна и своевременна. Надеюсь, это поможет быстрее построить новый дом семьи из Новоалтайска. Парни загрузили полный зил сгоревших вещей, а после активной физической работы, по традиции, общий обед. Как правило, если сейчас мы помогли женщине, добро всегда возвращается. Так и будет, и сыновья Любови Владимировны также кому-то придут на помощь от чистого сердца и повторят эти слова. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.